Возможно, вся эта булькающая криминальная красота шла прямиком из столицы области, с какого-нибудь нелегального склада алкоголя. Их в последнее время полиции обнаружены немало, в частности, в районе Южного промузла. По имеющимся у редакции сведениям, груз гнали, будто в боевиках про колумбийскую мафию. Пойло перегружали из машины в машину, которые ждали в условленных местах. Так что УАЗ, остановленный скопинцами, это очередное авто пунктирного каравана современных спиртоносов. Сейчас весь груз и два сотоварища из дружественной азиатской страны стоят на плотном тормозе в отделе полиции. Кстати, коллеги из Солнечной Республики, которые везли по Рязанской области нелегальное спиртное, угодили под замок как раз накануне Международного дня мигранта, который отмечается сегодня. Дело в том, что 18 декабря 1990 года Генеральная ассамблея ООН была принята Международной конвенцией о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Как бы еще Генеральная ассамблея озаботится и тем, чтобы уточнить название даты, а именно День законопослушных мигрантов, уважающих традиции страны, в которую приехали. Тогда, глядишь, и коренные жители отметили бы мигрантский праздничек. А то, что же получается, везли груз без документов, зная, что его перекидывают с машин на машину, и как будто так и надо. Да так даже реликтовые дикари в джунглях не делают, потому что явно незаконные предприятия. А в чужой стране, пожалуйста, нате вам. Как-то все это непразднично выглядит, согласитесь. К сведению, по данным Федеральной миграционной службы, на территории России сегодня находится более 3,5 миллионов граждан из числа трудовых мигрантов, которые относятся к так называемой группе риска. Это люди, нелегально работающие и превысившие сроки пребывания. Заместитель главы МВД России Игорь Зубов рассказал на встрече в Совете Федерации, что за прошедшие полтора года полицейские пресекли более 150 массовых драк, возникших на почве межэтнических противоречий. Он отметил, что в основном ведут себя вызывающе члены этнических общин и диаспор, чем провоцируют местные населения на конфликты. Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь также отметил, что причиной межэтнических конфликтов зачастую становятся сами мигранты, пренебрегающие традициями и обычаями местного населения.